На вторник прийти со всеми документами сюда или к нему в аудиторскую фирму туда, на Горького. И пусть Александр посмотрит, хотя бы с Лешей может быть, если я, тут будет возможность, не будет никаких заседаний. И я с удовольствием приду и посмотреть бухгалтерию в оригинале. Что смотреть? Тариф в городе Мелитополе, послушайте, я делаю официальное заявление. Тариф в городе Мелитополе ни разу не рассчитывался согласно действующего законодательства. Ни разу. Когда он с 3 переезжал на 3,50, это было компромиссное решение. И называлось оно корректировка. Когда его с 3,50 передвигали на 4, это называлось корректировка. Приказ 1175 четко говорит, когда можно делать пересмотр тарифа. Ни слова о корректировке. Нету такого понимания. Когда начинали ездить с 2 рублей, или со скольки вообще начинали ездить, я больше чем уверен. С рубль. Не было экономически правильных расчетов согласно этого положения. Потому что невозможно на всех маршрутах, как бы ты ни считал, сделать одинаковый тариф. Почему Мелитополь тупо упирается в УЗМ-4? А почему в Киеве от СИГ до СИГ 5, а от СИГ до СИГ 3? И почему если эта маршрутка от конца до конца, то она без остановок шпарит. Если есть километраж и есть стоимость одного километра, то можно таким образом... Не так по методике считали. Ну это понятно. Но все равно в любом случае, если километраж есть маршрута 4,9 и есть 18 километров. Ну что, одинаково должно стоить? Конечно нет. Ну почему люди на 18 маршруте платят 4 рубля от конца до конца 4,40? А люди на первом маршруте за 12 километров тоже от конца до конца платят 4,40? Объясните мне. Но если первый маршрут подает нам классные расчеты, мы смотрим, говорим, да, класс, 4,50. Все, вопросов нет. Не возражаем. Тут же прибегает 18 и говорит, я хочу. А, ну на тебе, исполком право воздумали. Стоит, приехали. Ну так не делай. У нас абсолютно правильно сейчас Алексей Косткинович говорит о том, что в этот раз мы хотим пересмотреть, утвердить. Никаких корректировок тарифа мы на это идти не хотим. Мы хотим утвердить тариф. А для утверждения тарифа нам нужны обоснования как планового характера с учетом требований приказа, о котором только что мы говорили. Так и фактически, здесь скобка стоит, на представе фактичных расходов. То есть во голове угла стоит как плановые расходы на год, так и фактические затраты, которые вы несете. Поэтому на сегодняшний день, как бы нам ни хотелось, нам без этого не обойтись. Поэтому городским головой было принято решение включить в состав нашей работающей группы также вот подобное участие Александра Васильевича с тем, чтобы мы могли воспользоваться его опытом, а также его знаниями. Для того, чтобы ваша транспортная, так сказать, компания или перевозник, перевозчик мог показать свои документы, отстоять свою правоту. Есть и те документы, которые вы подавали в исполком, у вас не вызываются деньги. Они у нас вызывают. Если бы они у нас не вызываются деньги, то мы бы давно переутвердили. Так как мы вам неоднократно писали письма, в которых просили. Неоднократно дайте нам, пожалуйста, такие расшифровки, дайте нам, пожалуйста, вот это. Вы нам не предоставляете принято было решение по цене головой. Выносите это на всеобщее оборудование с тем, чтобы мы пришли к единому миру. Поэтому сегодня создана рабочая группа в рамках рабочей группы. Мы каждую цифру будем отрабатывать. И пока не отработаем, пока не будет понимания, как у нас, так и дальше мы свои выводы, безусловно, людям должны сказать. После этого мы только приняем решение о пересмотре, об утверждении тарифа на грузоперевозки. Какой это будет механизм, тот, о котором говорили, какой принят в других городах. Или мы на чем-то своем остановимся, но это будет так. Поэтому предлагается в рамках направления работы посмотреть, как обоснованность расходов, так пассажиропоток, обоснованность доходов и график пассажироперевозок. Я не знаю, работаете ли вы по этому графику, который здесь есть, но если хотя бы одному человеку или двум человеку в городе необходимо выехать с конечной остановки 528, он должен этим правом воспользоваться. И вот здесь тогда, если сегодня на маршрутах, которые сегодня были, и наши общественники, спасибо огромное, посмотрели, как движутся наши люди в часы пик, то, возможно, в половину шестого такого потока нет. А вы обязаны обеспечить, и вот тут вы теряете. Тогда вы могли заявить, извините, у меня здесь 5 человек проехало, а я обязана была маршрут прогнать, и у меня затраты здесь меньше, а здесь больше. Ну так от вас же этого нет. Вы же сегодня что сделали? Вы берете, обрезаете, вам невыгодны маршруты, вы обрезаете количество маршруток, и таким образом у вас на маршруте сколько сегодня по нашим, по таким данным? 283? Около 283. Вместо 372. Они сегодня пассажиропоток обеспечивают 283 маршрутки. Что это значит? Это значит, что они, путем того, что они укомплектовали больше численностью людей, да, они стоят у нас, хотя они должны по правилам безопасности сидеть. Вот, поэтому они берут, убирают с маршрутов. И таким образом вы сегодня вполне можете своим тарифом обходиться. А если вот вы заведете вот это количество маршруток, и будете обеспечивать с утра до вечера поток транспорта, как это требуется жителям сегодня города, они просят, да, идти на маршрутку. Мы быстро с 8 вечера, с 6 вечера. Мы с 8 вечера на водителя не хватает. Ну так, а что же тогда? Не хватает? Значит, у вас сегодня право на, вы за собой право под это количество оставляете просить 5 или даже 6 рублей, да? А водители добавятся, если 6 рублей? Да. Ничего не добавляют. Маленькая информация, такси. Поэтому предлагается, да, вот остановиться на этих вопросах, подготовить, мы попросим нашего согласия, чтобы мы могли посмотреть, дать возможность. Ну, он даст задания, какие-то данные подарки. Я еще немножко, с Ириной Владимировна не согласен. Дело в том, что в 2008 году, мне не дадут перевозчики соврать, вот эти все цифры считались на козлов, которые возят людей не по 18 человек. Сидящих мест, там меньше, правильно? Нет. Да? 18 человек, по счету, что ли? В 2008 году? В 2008 году, я по крайней мере, когда были требования... К расчету принимались 18-местные автобусы? 18-местные. Их тогда не было практически. Тогда не было, козлы ездили вот эти Мерседесы. Когда проходили тенды, были заявлены 18-местные автобусы. Ну, заявить можно все, что угодно. Ну, понятно. И еще вопрос. Вот, может быть, кто-то меня просветит. А как вот этот институт изучал грузопоток? Харьковский. Пассажиропоток. Пассажиропоток. Какая разница? Большая, но он же смог. Хорошо, пассажиропоток изгибает. Где нормально, а где полунормально? Нет, нет. Ну, подождите. Валера, меня же не интересует холодная лежака. Меня интересует методика. Нет, методика есть установлена, Леша. Все тут. Методика правильная. Валера, это слова. Я тебе говорю. Это люди... Хорошо. Блин.